вот лекарственная сафора сафора лекарственная кто с ним не сталкивался не имел дела с его бутонами, цветками плодами, которые в виде бобов потому что это растения семейства бобовых как акация, ледичия альбиция оно очень целебно это растение у него используются как цветки, бутоны лучше брать бутоны, конечно, раньше когда они еще не раскрыты так и плоды плоды это осенью они созревают уже в октябре приблизительно так смотря в каком регионе хотя по поводу регионов могу сказать, что это растение оно довольно теплолюбивое оно ведь из Японии там тепло и растет далеко не везде только в южных регионах где холодно, оно не выдержит зацветает, поэтому оно тоже поздно вот сейчас конец июля оно как раз только начало цвести недавно если вы заметите на этих соцветиях еще очень много бутончиков так вот заготавливать их стоит во-первых, стоит их заготавливать по одной причине я имею ввиду активно заготовить если вас интересует это растение и есть урожай, так сказать, на него значит в этот год нужно его взять потому что бывает так, что год-два оно может вообще не плодоносить плодов вы не увидите, если будет плохая погода вот такая особенность у этой сафоры я в прошлом году запасся был урожай очень хороший в этом году есть но на некоторых деревьях если посмотреть дальше здесь деревьев много но на этих деревьях вот там ее нет и я уже много деревьев просмотрел не выросло но чем это дерево такое уникальное чем его полезные плоды ну и кора кора используется также но главным образом это используют околоплодники плоды с околоплодниками они как фасоль наподобие стручками растет не все его, конечно, видели если не произрастает в этом регионе то могли только видеть на картинках уникальность этого растения в его большом составе и благодаря этому ну это можно назвать ну прям панацеей от болезней его спектр действия настолько широк что вот если так кратко сказать это можно объяснить вот просто от головы до ног вот так оно действует если проблемы со зрением ну скажем легкие проблемы она может повлиять на восстановление на улучшение зрения если какие-то противовоспалительные процессы она действует на органы и на различные участки тела и куда вы ее применить сможете везде будет результат если брать простудное заболевание да она помогает если брать сердечные сосудистые тоже сердце лечит сосуды лечат улучшает кровь чистит кровь размягчает и очищает сосуды выводит холестерин выводит различные вредные вещества из организма дальше если пройти по органам нашим начиная от сердца и дальше легкие печень почки желудок поджелудочная очень хороша сафура для этих органов при диабете при расстройствах при различных коликах при болезнях печени болезни почек мочевой системы псориаз различные кожные проблемы я вам скажу она довольно вкусная вот если взять листья то вкуса в них нет акация например вкуснее если дать животному ну вот кроликам лист он его не хочет есть акация ест лучше но плоды плоды я ем сам вот когда свежие плоды когда они еще ну только перед холодами когда они еще зеленые сочные они довольно вкусные они сочные сладкие приятные на вкус их хочется есть но много их есть не надо потому что они сразу расслабят такое у нее может быть действие ну потому что они сырые но я их люблю а вот плоды сушеные которые осенние эти плоды я активно использую в лечении очень многих болезней как сборах так и в единственной числе заготавливайте пользуйтесь это огромный дар природы пиво Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok